Сегодня я хочу поговорить о пересечении трёх тем. Первое — это о практике перевода как такового, как форма активизма. Кроме того, о международной политике гендера и сексуальности. Это моя специализация, собственно, международная политика, международные отношения. Как переводческие практики тоже вписываются в эту всю сложную систему. И о переводимости, собственно, такого понятия, такой концепции, как «квир». Переводимость не только в смысле языковом, а вообще в смысле адаптации к местному контексту, присвоению, осмысленному какому-то переформатированию, может быть, таких понятий. Ну вот, как уже было сказано, последние пять лет я живу, работаю в Бишкеке, и так получилось, что стала заниматься переводами. Это не моя основная специальность, и в основном я это делаю бесплатно. Вот, в своё как-то свободное время на каких-то волонтёрских активистских началах. И среди таких текстов часто я перевожу такие очень, как их назвать, культовые, канонические тексты, которые вдруг обнаруживала, что, оказывается, ещё не переведены. Например, первый такой случай произошёл, когда мы поняли, что Адриэн Рич, текст, обязательно гетеросексуальность и альсбийское существование, не существует в русском переводе. И тогда я вызвалась его перевести. Потом штаб меня попросил перевести их в манифест «Квир коммунизма», уже с русского на английский. И вот, да, собственно, о чём сегодня пойдёт речь, это манифест «Квир народа», как мы его перевели, «Квир Нейшн Манифеста». Вот, и как бы в ходе этой деятельности, конечно же, возникали вопросы, такие, как, например, как перевести слово «Квир» адекватно. Вот, и, как уже было сказано, «Квир» — это такое слово, очень часто люди хотят понять, что же это такое, никак не могут ухватиться. И слушатели, например, вечерней школы были повергнуты в смятение, когда курс Александра Кондакова закончился фразой о том, что «Квир-теория» — это совсем даже не теория и даже не квир. Вот, то есть понятно, что это что-то очень интересное, что-то нужное, важное, но как-то ухватиться за это очень сложно, и какой-то ярлык к нему приделать тоже сложно. Ну, давайте я по порядку. Я сначала хочу поговорить о переводе как «Активистской практике», а потом поговорим о том, что такое, собственно, «Квир», и потом я расскажу вам о тех возражениях и противоречиях, которые возникают вокруг понятия «Квир», критики «Квира» в русскоязычном пространстве, которые были высказаны. А потом я расскажу на примере двух переводов одного этого текста, какие могут быть интерпретации. Просто так даже как-то неожиданно и не запланированно для нас получилось, что буквально неделю назад мы выяснили, что опубликован еще один перевод этого манифеста другой группой, которая находится в России, и при этом как бы у них радикально другой подход к переводу. И это такая счастливая случайность, на самом деле, для моего анализа так совпало, что, да, позволит нам провести какое-то сравнение. Ну, давайте по порядку. Зачем я занимаюсь переводом? Вообще, как может переводческая деятельность быть активизмом? Традиционно, как бы, есть такой подход или философия перевода, которая подразумевает, что перевод должен быть совершенно прозрачным. То есть человек, когда он читает переведенный текст, он должен не вспоминать о том, что этот текст первоначально был написан на другом языке, а как будто бы вот он читает первоисточник. И, например, такой пример есть из популярной культуры, да, например, очень много споров возникло вокруг разных версий перевода на русский язык серии книг про Гарри Поттера. А там какую-то именно одну переводчицу, вот прям выделили, кажется, Спивак ее зовут, да? И она тоже, она совершенно как бы из любви к этому тексту на каких-то добровольных началах его переводила, и при этом как бы вносила какие-то довольно радикальные свои изменения в этот текст. То есть она как-то творчески очень подходила к этому процессу, но за это на нее какая-то началась страшная травля от определенных читателей, которые считали, что она слишком много своевольничает в переводе, вот, и какие-то, да, новшества привносит, которые не должны быть там. И тут как бы понятно, что она нарушила вот эту догму невидимости переводчика. Она как-то сделала себя достаточно видимой. Вот. И на самом деле вот эта вот невидимость переводчика, она уже давно как бы критикуется в исследованиях, переводческих исследованиях. Это целое такое есть направление исследований. И в частности, такая критика, она может быть, например, постколониальной, например, какие тексты переводятся, с каких языков, с языков и в каком направлении, да. И феминистки тоже в свое время предложили достаточно сильную критику переводческой практики. И они сравнили вот этот невидимый труд переводчика с репродуктивным трудом, который обычно считается женским трудом, да. Ну, всем знакомо же понятие репродуктивного труда, да. То есть как бы это такой труд, который прислуживающий, второстепенный, не заслуживающий обычно какого-то уважения, признания, оплаты и так далее. То есть переводчик, он тоже в такой прислуживающей роли выступает как первоначальному творцу, автору, писателю, а переводчик, он вот такой вот, как бы, там, второстепенный какой-то персонаж. Вот. И феминистки оспорили такой подход к переводу и использовали различные стратегии для достаточно радикального, агрессивного, креативного подхода к тексту, где они использовали всяческие приложения, там, вступительные слова, комментарии, сноски и формы перевода, которые, целью которых было показать, например, какую-то мизогеничность, допустим, да, оригинала, историзировать, как бы, показать в контексте историчность гендерных, сексуальных каких-то практик и норм. Вот. И, как бы, следуя уже этой феминистской критике, появилась и, собственно, квир-подход к переводу тоже. То есть, есть, например, такой Уильям Бертон, который предлагает квир-подход к переводу как способ противодействия гомонормативности и гомонационализму в том числе. Ну, это тоже слушателям Вечернишкова знакомая концепция, да, гомонационализма, то есть, такой перевод, такой подход к переводу, он должен быть антигомофобным, он должен дестабилизировать и историзировать, да, гендер, секс и прочие нормы сексуальности. И он должен быть интерсекциональным, то есть, принимать во внимание пересечения всяких угнетений. И, как бы, побочным эффектом такой переводческой практики может быть, по мнению Бертона, создание некого воображения у читателя от некой такой транснациональной квирной, транснациональном квирном сообществе, да, то есть, как бы, какая-то солидарность, которая, опять-таки, может преодолеть национальные границы. И, да, когда ты читаешь, да, текст о чем-то, что происходило, может быть, в другое время, в другой географической местности, ты можешь почувствовать какую-то близость. Вот, то есть, становится понятно, что перевод — это не просто, как бы, механическая какой-то, там, перенос значения из одной языковой системы в другую, да, а это тоже политическое действие, может быть, это какая-то, может быть, интервенция, попытка переозначить привычные понятия, привнести новые значения. То есть, да, это всегда какая-то часть какой-то культурной, политической, идеологической борьбы. Так, вот теперь давайте поговорим о том, что же такое, собственно, это странное слово «квир». Ну вот, если бы погуглили журналисты «занозы» это слово, то если бы они владели английским языком, они нашли бы, может быть, такую статью, да, это, собственно, первое, что появляется, когда вбиваешь в поисковик это слово на английском. И вы заметите, что, как многие другие слова в английском языке, это слово может использоваться в качестве разных частей речи. То есть оно может быть одновременно и прилагательным, и существительным, и глаголом. И это очень важно на самом деле, потому что в основном вся критика квира как понятия сводится в основном к использованию квира как существительного. а все противоречия, на которые достаточно справедливо указывают критики, на самом деле могут быть разрешены, когда мы обратим внимание на квир как глагол. Кроме того, конечно, мы знаем, что квир, он оброс очень многими тоже другими сопутствующими практиками использования. То есть мы знаем, что теперь в академической среде, например, есть такое понятие, как квир-теория. Это как бы, то есть философский подход, это какая-то там, может быть, методология, метод, есть квир-метод. Художественные руководители штаба, например, говорят, что квир это этика, есть квир-эстетика. То есть, да, то есть как бы квир используется также не только там, да, вполне может быть, да, то есть это может быть не только в отношении исследований гендера, сексуальности, это как бы подход, который используется во многих отраслях от экологии, да, до международных отношений, архитектуры и всего, что можно только представить. Но сегодня мы вернёмся к корням использования этого слова через квир-активизм. То есть, ну, понятно, вы здесь видите, что квир как существительное, как прилагательное, оно имеет значение странного, какого-то даже страшного, необычного, как что-то такое, как фрики, да, то есть как бы то, что вне нормы, то, что необычно, странно, нечто иное, то, что выходит за рамки принятой нормы. Но как существительное, то, как это слово используется сейчас, это пример такой практики, который существует в англоязычных обществах, который называется присвоение или апроприация. То есть в своё время это слово использовалось, ну и до сих пор, наверное, даже используется, как оскорбление, которое направлено на гомофобное, какое-то пиоративное обозначение гомосексуального мужчины. И в какой-то момент люди, к которым так обращались, которых так обозначали, как бы стигматизируя их, решили отобрать это оружие у своих угнетателей и обернуть его против них. И здесь как бы работает такая логика, что называется, гордости, да, то есть как бы когда то, что должно тебе причинять страдания и стыд, да, называть у тебя, ты говоришь, ты переозначаешь, ты как бы говоришь, что да, я такой, и мне классно, и таким быть, и я этим горжусь даже. И теперь как бы вы не можете меня этим уязвить как-то. Вот, но кроме этого, это, кроме как бы вот этого аффективного аспекта, гордости и стыда, да, на другом конце спектра, это слово стало использоваться в определенный момент для самоадвокации и для борьбы за свои права. Но какие же есть возражения по поводу такого использования, такого самообозначения? Мы здесь видим цитату Валерия Сазаева, это известный ЛГБТ-активист российский, который говорит о том, что квир это такое слово, которое некоторые члены сообщества стали использовать для того, чтобы не говорить о том, что они гомосексуальны. То есть как бы для него это опасное явление, потому что он считает, что оно не, это не освобождающее слово, наоборот, оно как бы способствует невидимости сообщества, оно как бы предотвращает политизацию людей вокруг идентичностей, как части ЛГБТ, и кроме того, оно как бы еще имеет какой-то, по его мнению, какой-то классовый аспект, то есть как бы это какие-то люди, люди, которые не хотят себя идентифицировать вот со всеми этими геями и пейдиками, да, я квир, я, значит, как-то более продвинутый, более как бы в теме, да. И такое еще как бы на самом деле парадоксальное делает замечание, отмечает такую парадоксальную тенденцию, что если квир это отрицание идентичности, как может быть квир идентичностью, как можно себя называть квиром, да. И если, допустим, да, как бы он немножко еще так иронизирует, что если все такие особенные, там какие-то уникальные снежинки, да, все квиры, то как бы если нету двух идентичных снежинок, да, нету два идентичных квира, то не может быть никакой квир идентичности. Ему как бы вот вторит Альгерта Харитонова, это тоже известная лесбийская феминистка российская, которая редактировала много лет такой самознательский журнал «Остров». Она тоже написала такую статью о квире, что это по сути совершенно неполезный термин, ну вот вы можете прочитать это, я даже могу вам зачитать более подробную цитату из ее статьи. «Квир как отрицание». На мой взгляд, стремление к признанию квира – это стремление к возрастанию энтропии, к состоянию виртуального вакуума и хаосу пустоты. Эта концепция разрушительная, а не созидательная. Термином «квир» по сути обозначается неутверждающее, неподвергаемое определению, определиванию сущность, а нечто отрицающее. Иб не утверждается, какое это иное, ненормативное, а лишь отрицается нормативное. Квир отрицает рамки гетеросексуальности и простирается в бесконечность. Этот термин не может быть самооценен, так как он построен на отрицании. Таким образом, отрицаемое будет первичным и более значимым. И как бы уже опять-таки из Сазаева он говорит о том, что это слово непонятное, оно ничего не значит, оно пустое означающее, и оно вредное для солидарности, в общем, бесполезное. Мы не пережили эту историю, которую пережило американское ЛГБТ-сообщество. Это какая-то колонизация, когда мы вот просто слепо поклоняемся этому иностранному концепту. Это слово, за которое, как ширма, за ним просто прячутся. И он даже рассказывает такую историю, когда вот нужно было провести фестиваль в Санкт-Петербурге в восьмом-девятом году придумывали название. Нужно было привлечь, как бы достаточно, ну как бы нужно было привлечь свою аудиторию, но при этом не привлечь нежелаемое внимание властей или каких-то там, допустим, гомофобов, да. Вот, и поэтому как бы решили, что назовем квир-фестиваль, да, квир-фест. Вот, то есть, ну на самом деле, как бы да, тогда у этого слова, в этом случае его употребления была такая функция, как бы, да, то есть как бы те люди, кто должны были знать, они узнали, а те, кто не должен, они не узнали. И как бы это очень интересно, потому что, вот, например, в постсоветском пространстве есть такое слово «тема», да, это как бы люди из сообщества так себя сами называют. И опять-таки, да, оно подразумевает, что кто-то в теме, а кто-то нет. То есть кто-то, как бы, должен иметь доступ к определенной информации, к определенному коду, а кто-то нет. И в принципе, как бы, я не вижу в этом тоже особенной какой-то проблемы, да, то есть, например, тоже из истории группы, которая написала Queer Nation Manifesto, был такой известный постер «Silence equals death», да, это значит, что молчание равносильно смерти. И вот это было в отношении молчания о ВИЧ-спиде, то есть, это была такая компания плакатов, да, они развешивали эти плакаты везде, это стало очень таким узнаваемым образом. Там используется розовый треугольник. На тот момент тоже розовый треугольник не был известным символом, но люди из сообщества могли его узнать. То есть, этот плакат, он служил двоякой цели, он с одной стороны должен был, он должен был как бы привлечь две разные аудитории. И как бы он эту функцию выполнил. С одной стороны, как бы, да, люди, те, кто узнавал этот треугольник, они получали свой месседж, а те, кто не узнавал, они получали свой месседж. То есть, интересная тоже такая подоплека, что как бы, да, может быть, это слово используется как ширма, но я, например, не склонна это интерпретировать так негативно, как, например, Сазаев интерпретирует. В общем, очень такие критические были высказаны мнения по отношению к этому слову и понятию квира именно со стороны ЛГБТ-активистов. То есть, если мы не можем, если это неосвобождающее слово и понятие, если оно способствует деполитизации, если оно способствует растворению и невидимости, то как же мы тогда разрешим это противоречие? И опять-таки нам нужно вспомнить о значении queer как глагола, да, то есть too queer или queering это когда что-то портишь, то есть ты как бы to ruin, то есть ты когда усложняешь что-то, ты немножко подгадишь, да, ты как бы пидорасишь, да, то есть как бы то есть если опять-таки вернуться к языку, который использовался в вечерней школе, это опять-таки имеет отношение к остранению, да, то есть ты как бы когда ты что-то queer поквириваешь, аквириваешь, ты как бы ты остраняешь его, ты заставляешь людей по-новому более сложно увидеть это явление. И здесь как бы когда такое аквирение происходит, все становится многогранным, сложным, интерсекциональным, и здесь тогда солидарность строится не на полной идентичности, а на какой-то общности, да, то есть по-английски это выражается в слове affinity, то есть ты как бы ну на самом деле если просто посмотреть эмпирически, то точно так же, как нету двух одинаковых квиров, так нет уже и двух одинаковых геев, и нет двух одинаковых лесбиянок, да, то есть как бы не может быть, да, то есть как бы все гораздо сложнее на самом деле, даже если просто посмотреть по факту, то есть да, я думаю, что все эти противоречия, на которые как бы указывают ЛГБ, ЛГБТ-активисты, они могут быть разрешены, если мы будем помнить, что мы когда говорим квир, подразумеваем глагол, то есть несуществительное. И, наконец, я хочу перейти собственно к тексту манифеста квир-народа, и уже немного об этом рассказал Георгий, этот текст появляется в 90-м году, он впервые был распространен, вот, кстати, я привезла такой маленький Зин, и в нем даже два манифеста, и я его привезла с квир-фестиваля в Литве, где я была уже два года назад, получается, вот, и там была такая специальная лавка, где можно было поменяться Зинами или купить Зины, вот, и мне этот подарили, и у него какой-то очень интересный вид, то есть тут всякие стоят отметки, и кто-то написал свое имя на арабском языке, и имя ладость, то есть сама эта книжка тоже путешествовала, где-то ее читали, и она путешествовала в том числе через Литву, Кыргызстан, и мне кажется, что это тоже такое интересное, что этот текст, он на самом деле путешествует, он везде, видимо, какие-то приобретает значения местные для тех людей, кто его читает и, может быть, переводит тоже на другие языки, то есть этот текст был распространен впервые в 90-м году на довольно-таки печальном прайде в Нью-Йорке, почему печальном, потому что как раз в это время бушует эпидемия ВИЧ-спида при преступном гомофобном попустительстве правительства, которое ничего не делает для того, чтобы предоставить людям медикаменты, медицинскую помощь, то есть эта болезнь полностью как бы ассоциируется с какими-то марганализированными группами, считается, что это их проблема, это бог их наказывает за за то, как они живут и да, соответственно, как бы люди умирают просто в каких-то катастрофических количествах, то есть это документ очень конкретного исторического момента и мобилизации, которая основана на таких очень сильных эмоциях, горя, гнева, как бы желания кричать о своем положении и заявлять о своем присутствии без каких-то извинений, без как бы того, чтобы просить разрешение на высказывания, на то, чтобы быть видимым, вот, и достаточно это, может быть, шокирующим текстом, да, особенно даже для современных читателей, в том числе из сообщества ЛГБТ, то есть, например, когда мы его опубликовали в первый раз, люди прочитали и сказали, ну, что-то как-то жестко, что-то как-то агрессивно, но, как бы, да, в этом-то и смысл, это агрессивный текст, здесь встречаются такие высказывания, как, например, я ненавижу натуралов, и, как бы, ну, вообще, всяческий язык, который обычно не печатается, профанный, да, такой, абсцинный, вот, и на самом деле, как бы, сейчас, наверное, достаточно редко вспоминают об этом движении, это была группа, которая называлась Act Up, которая расшифровывается AIDS Coalition, сейчас я скажу точно, да, AIDS Coalition to Unleash Power, то есть спид-коалиция для мобилизации силы, и после того, как они распространили этот манифест, стали появляться местные организации квир-народа, квир-нации по всему США и потом по всему миру, вот, и они известны как раз своими достаточно такими скандальными акциями, протестами, и в том числе использованием искусства, плаката, в том числе стикеров, и таких акций, например, как Die Inns или Kiss Inns, да, то есть, например, Die In, это все по аналогии с Sit Inns, да, это такая была форма протеста в 60-е годы, когда афроамериканцы боролись за свои гражданские права в США, вы знаете, наверное, что там была система сегрегации, где, например, афроамериканцы, им не было разрешено присутствовать в некоторых пространствах, например, в кафе определенных, и что они делали, они приходили массово и сидели в этих пространствах, то есть, их могли не обслужить, да, их могли игнорировать, но они приходили и сидели просто, занимали это пространство и отказывались уходить. И точно так же, например, были поездки на автобусах, да, и так далее, то есть, как бы, эту тактику использовала эта группа Queer Nation, и они приходили и ложились на ступенях, например, Белого дома, как мертвые тела, да, еще, как бы, один из активистов сказал, если я завтра умру, бросьте мое тело на пороге агентства, которое отвечает за FDA, да, это американское агентство, которое как бы дает одобрение на массовое производство каких-то медикаментов. То есть, как бы, вот наши тела, вот они должны быть видимыми, мы будем занимать это пространство, и еще, как бы, более такое, наверное, позитивное, это когда они делали публичные такие kiss-ins, то есть, когда, то есть, целовальные протесты они устраивали, то есть, опять-таки, собирались какими-то группами, и однополые пары просто целовались публично. то есть, ну, они много делали, они протестовали, например, против первой войны в заливе, то есть, в Ираке в 91-м году, и требовали, да, чтобы правительство боролось со спидом, а не с арабами. вот, то есть, как бы, очень такая интересная группа, которая не так уж долго существовала, но при этом ее влияние на историю ЛГБТ-движения огромное, просто значение огромное. Вот, и я хотела рассказать вам о двух переводах этого текста, которые появились буквально вот с разрывом несколько месяцев в 2016-м году. Первый перевод был наш, он появился в августе 2016-го года вот в этом Зине, Верд Систерс, да, и он, номер был посвящен как раз квиру, и почему мы решили перевести этот манифест именно в тот момент, потому что мы как бы как раз находились в процессе некой дискуссии с товарищками из феминистского движения Казахстана, то есть, мы вступили в полемику, наш корректив сначала написал ответ на текст, который появился в феминистском Зине Юдоль, где говорилось о том, что собственно сексуальная ориентация, как они называют, сексуальность человека, она как бы уже предопределена какими-то биологическими факторами, игрой гормонов, буквально уже на стадии формирования плода в утробе матери, да, то есть как бы и это как бы вызвало у нас такой когнитивный диссонанс, потому что вроде это наши товарищки и как бы единомышленницы, но с другой стороны они как бы продвигают такие мысли, такие идеи, которые как бы в корне противоречат нашим представлениям и убеждениям, и вот мы вступили в такой получается как бы заочный диалог с ними и написали статью, а потом решили, да, этот номер посвятить именно этой теме, то есть мы здесь опубликовали нашу дискуссию, коллажи, ну и в том числе два перевода текстов, один это перевод трансфеминистского манифеста, который сделала Маша Левковицкая с Рухи Джин Бековой из Креольского Центра в Казахстане и наш перевод Манифеста Квир Народа. Вот, это было важно для нас сделать этот перевод именно в этот момент, потому что это было сделано в контексте именно этого обсуждения, этой дискуссии, которая происходила в нашем регионе, то есть она как бы совершенно была важна для конкретных событий, высказываний и так далее, то есть это вот такая была как раз переводческая интервенция, о которой я ранее и говорила. Вот, только хотела обратить ваше внимание, что да, мы перевели Queer Nation Манифеста как манифест Квир Народа. И здесь интересно тоже, как бы, например, меня коробило вот это слово нация, да, потому что, опять-таки, нация это проблематичная концепция, особенно, когда в сочетании со словом Квир. Но, да, здесь как бы мы, как бы, в соответствии с предыдущей практикой использования слова Квир, мы совершенно комфортно чувствовали себя, используя это слово, и в большинстве случаев мы так его и переводили в Квир, как Квир. В некоторых случаях, правда, использовали какие-то конкретные слова, если этого требовал текст, и в том числе мы использовали слово извращенец, извращенка, как такой эквивалент этому слову. В самом манифесте тоже обсуждается почему Квир. Ах, нам что, обязательно использовать это слово? Оно проблематично. У каждого гея и лесбиянки есть свое мнение по этому поводу. Для некоторых оно означает странный, экцентрик или типа загадочный. Это ничего, нам нравится. Но некоторым мальчикам и девочкам оно не нравится. Они думают, что они скорее нормальные, чем странные. А для других Квир ассоциируется с ужасными воспоминаниями о подростковых страданиях. Извращенец. Это слово звучит и сладко, и горько одновременно, и немного причудливо. В лучшем случае, в худшем оно причиняет боль и оскорбляет. Почему бы нам не использовать гей? Это слово намного веселее. И оно ведь является синонимом слова счастливый, то есть это устаревшее значение слова гей в английском языке. Когда вы воинствующие радикалы, уже повзрослеете и вырастете из фантазии о том, что вы особенные. Почему квир? Ну да, гей это здорово. У этого слова есть свое место. Но просыпаясь утром, многие геи и лесбиянки чувствуют гнев и отвращение, несчастье. Поэтому мы сделали выбор называть себя квирами, то есть извращенцами. Используя слово квир, мы напоминаем себя о том, как нас воспринимает весь остальной мир. Это способ сказать себе, что нам нет надобности быть остроумными и очаровательными людьми, скрывающими детали своей личной жизни и существующими на задворках гетеромира. Мы используем квир, как мужчины-геи, которые любят лесбиянок, и как лесбиянки, любящие быть квирами. Квир, в отличие от гей, не означает мужчина. И когда мы используем это слово с другими гейами и лесбиянками, таким образом мы предлагаем объединить наши силы и забыть временно наши разногласия, пока перед нами стоит коварный общий враг. Да, извращенка, извращенец может и звучит группа, но это также озорное и ироничное оружие, которое мы украли из рук гомофобов и используем против них. То есть здесь как бы вот в самом тексте манифеста обсуждается, почему квир, в том числе потому что это гендерно инклюзивный какой-то термин. Опять-таки я читала, когда интервью с одним из участников этой группы, он говорил, что для меня квир был просто короткий способ говорить обо всех людях, которых я знаю, которые включены в мое сообщество, неважно какая у них сексуальность или гендерная идентичность. То есть тоже такой очень прагматичный подход, короткое слово. И сейчас так оно используется, потому что аббревиатура ЛГБТ, она же постоянно расширяется, чтобы включить все больше и больше групп, а это короткий способ сказать обо всех людях, которые не гетеросексуальные и гендерно неконформные. то есть мы здесь использовали тоже графически в русском языке. есть такая практика, которая позволяет отобразить и включить гендер, например, извращение, нижнее подчеркивание, ка слэш извращение нет, то есть тут уже можно при чтении понять, что все включены и что граница на самом деле зыбкая и какое-то такое нейтральное, инклюзивное использование. Ну и среди феминисток в русскоязычной среде тоже идет обсуждение феминитивов. есть разные подходы к этому. Но что интересно было для меня при переводе этого текста, что я услышала тут два голоса, то есть я практически уверена, что здесь два голоса мужчины гея и женщины лесбиянки. Но в тексте это переключение между голосами никак не маркировано практически. И поэтому мне кажется это тоже очень такой квирный аспект этого текста, что постоянно переходит многоголосие и вот этот какой-то дрейфующий гендер. Теперь хотела бы обратиться к второму переводу, который появился буквально, как я уже сказала, неделю назад, 2 декабря, на сайте инициативной группы действия. перевод этот сделан группой людей, несколько человек участвовали, непосредственно переводчицей была Гульнара Курманова, редактировала Татьяна Лихоткова, у этого перевода есть также вступительный текст, вступительное слово и авторами этого вступительного текста стали Игорь Синельников и Валерий Сазаев. видимо, то есть, как бы, этой группе не попался наш перевод, они самостоятельно решили его перевести и, как ни странно, идея перевода принадлежала Валерию Сазаеву, тому самому человеку, который хотел, чтобы квир умер уже наконец. Они сделали такой выбор интересный переводческий, они назвали его манифестом нации пидоров, то есть, слово квир они перевели как пидор. И они объясняют свой такой выбор в этом самом вступительном слове. Вот, у меня есть более подробная цитата. Мы сознательно используем в русском переводе вместо слова квир слово пидор, поскольку считаем, что экстраполяция непонятного широкому читателю английского слова квир снизит деконструирующий потенциал текста. Кроме того, в русском языке уже начала складываться практика использования слова квир в значении гендер-квир, поэтому мы стремились избежать этой путаницы. Однако, сложность замены слова квир на слово пидор еще и в том, что английское слово гендерно-нейтрально, и его использование было инициировано в том числе до того, чтобы избежать андроцентризма слова гей, о чем пишут авторы манифеста. К сожалению, несмотря на все наши попытки найти адекватный эквивалент, гендерно-нейтрального слова по-русски не уменьшались успехом. Слово извращенцы мы решили не использовать, поскольку в нем не в достаточной степени присутствует акцент на сексуальности, который важен для слова квир. Интересный выбор, то есть как бы с одной стороны понятно, что да, у слова квир в русском языке нет той субверсии, которую он обладает в английском языке. Понятно, что да, когда Сазаев тоже достаточно справедливо отмечал, что когда нападают гомофобные какие-то хулиганы, как их назвать, хейтеры на гея или лесбиянку, они не кричат квир при этих побоях, они кричат как раз такие слова, как пидор, педик, гомик, лесбуха, то есть все эти слова ненависти, то есть да, квир это такое слово невыстраданное, то есть нету для Сазаева, видимо, в слове квир субверсии нету вот того вызова, нет именно вот этого присвоения, то есть как бы присвоение слова пидор пытаются совершить в этом тексте. Тут как бы да, нет гендерной какой-то инклюзивности, опять-таки очень партикулярная вот эта идентичность гомосексуального мужчины становится какой-то универсализированной, да, и как бы здесь вот что прочитывается, да, в этих попытках найти точный перевод слова квир, как раз вот этот поиск какой-то аутентичности и сопоставимости между языками, да, то есть как бы это опять-таки показывает, указывает на такое понятие языка и перевода, которое говорит, ну, как бы считает, что каждое слово, оно соотносится с некой действительностью в реальности, да, то, что я предлагаю, это, что нам нужно думать об этом больше в ключе как бы каких-то языковых игр, да, то есть как бы вот это понятие виткинштейновское о том, что у слова нету значения как такового у него это значение, оно не должно быть точно определено, оно выявляется в том, как слово используется на практике, да, в языке, то есть если мы будем думать об этом, помнить, то мы поймем, что каждый, за каждым переводом, за каждым актом произнесения слова квир и за каждым переводом слова квир стоит очень конкретная история борьбы, дискуссии идеологической, политической и культурной. и культурной. Продолжение следует...